Отопительный сезон в разгаре, а паспортов о готовности к нему нет у 37 муниципальных образований в регионе. Как так вышло и как впредь этого не допустить, обсудили в региональном правительстве. Впервые заседание вел назначенный губернатором зампред, куратор по ЖКХ, экс-депутат областного парламента Александр Шабатинский. Отопительный сезон проходит в штатном режиме, без аварийных отключений, но есть проблемы с долгами перед ресурсниками. Задолженность ресурсно-оснабжающих организаций за топливные и энергетические ресурсы по состоянию на 1 декабря 2017 года составляет в целом 1 миллиард 197 миллионов рублей. В том числе за природный газ 593 миллиона рублей, за электрическую энергию 310 миллионов рублей, за каменный уголь 149, за топочный мазут 144 миллиона рублей. Паспорта готовности не получены из-за ряда причин. Вот основные. Не введены в эксплуатацию вновь построенные котельные, резервное топливное хозяйство находится в ненадлежащем состоянии или муниципалитеты не выполняют предписаний надзорных органов. Запасы топлива сформированы до 60 дней почти во всех муниципалитетах, за исключением в Юревецкого и Пестяковского. Каменного угля там хватит меньше, чем на две недели, в случае чего. После 15 ноября те, кто не получили паспорта готовности, должны завершить работу по устранению замечаний, которые обозначены Ростехнадзором, отчитаться об устранении этих замечаний и получить акты готовности. Вот в прошлом году акты готовности, если не ошибаюсь, 17 муниципалитетов получили уже в период после 15 ноября. Пока об устранении нарушений отчитались только представители городского округа Вичуга, и то они исправили только часть замечаний. Для остальных муниципалитетов стоит четкая задача – вопрос жизнеобеспечения решить. До 25 декабря в департамент жилищно-коммунального хозяйства направить информацию о мероприятиях, которые вы проводите по получению подготовки паспортов готовности. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.